Звук тупый, она стогна. И именно кабачками перекормили корову, герои моего сегодняшнего видео. Корове дали большое ведро кабачков, после чего ее начало сильно дуть. Хозяева обратились за помощью к местному ветеринару. Врач применил тимпанол, причем его заливали трижды. Также заливали растительное масло, кололи ножку, заливали марганцовку и водку. В вену вели борглюканат кальция 200 мл, хлористый кальций 100 мл и укололи кофеин 10 мл. Но корове не становилось лучше. Врач оставил людям иглу, чтобы периодически спускали воздух и ушел, честно сказал, что сделал все, что мог. Другие врачи тоже отказались помогать и сказали, сдавайте ее, пока мест не поздно. В этот момент отчаяния, а это был поздний вечер, люди обратились ко мне. У нас беда, шлунок выглядит с той стороны, тут. Звук тупый, хотя мы уже три часа спускали газы, она встогнет. Я, оценив ситуацию и расспросив, что есть в аптечке домашней, прописал один из медицинских препаратов. Через полчаса пошла вонючая отрыжка, и это уже был существенный прогресс. Газы начали выходить. Мы повторили это средство, но дальнейшего существенного прогресса не было. А на дворе была уже поздняя ночь. Тогда я рекомендовал один народный рецепт, который не раз меня выручал. Люди применили народную смесь, и вскоре корова начала более активно отрыгивать газы. И уже через три часа полностью сдулась. На утро, правда, у нее начался понос. Что и неудивительно, так как от кабачков у нее развился острый ацидоз рубца. Жизнь моей спасли, но теперь нужно было остановить понос, восстановить работу рубца, а также вернуть аппетит и практически пропавшее молоко. Корову я поставил на диету, а также прописал необходимые препараты для преодоления ацидоза, диареи и заселения рубца микрофлорой. В ходе лечения удалось вернуть аппетит и молоко, как писала хозяйка, на 100%, а также преодолеть понос. Также у нее обострился мастит, который лечили ранее, и пошел сыр. И эту проблему тоже решили попутно. В общем, комплексный подход за совсем небольшие деньги. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Голодная ямка, очень голодная. Ну и вообще голодная, потому что не готовы просто есть. А так началось все хорошо. Какой урок мы можем вынести для себя из этого случая? Никогда не отчаивайтесь и ищите квалифицированной помощи. Не перекармливайте коров овощами, особенно такими водянистыми, как кабачки или картофель. Друзья, если вам нужно больше информации о диагностике, лечении и, главное, профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта у коров, обращайтесь за платными консультациями или вступайте в мою платную школу здоровья животных. В ней вы не только будете изучать знания о здоровье вашего скота, но и на вот таких случаях из моей практики учиться не допускать собственных ошибок. И, конечно же, бесплатно лечить своих животных. Берегите своих животных. До свидания.